Внимание, это объяснительная вставка. В данном летсплее я играю по необычным правилам с условиями усложнений. Я являюсь персонажем-основатель, который не может просто так крафтить или использовать ресурсы, а также экипировку, если не выполнены условия разблокировки. Также весь летсплей крутится вокруг идеи возведения и развития поселения. Основатель является персонажем, который на уровне поселения 0 может собирать ресурсы голыми руками, деревянными и каменными инструментами, создавать деревянные и каменные инструменты, а также верстак, печь, сундук и кровать. Также ему доступно обычное собирательство ресурсов путем путешествия по миру, возвести неказистый дом основателя, повышать свои возможности путем развития поселения. Чтобы повышать развитие поселения, нужно создавать тематически специальные здания в поселении. На каждое специальное здание необходим житель поселения. Житель поселения требует одно место проживания, а также иметь там кровать, сундук и верстак. Также место должно иметь освещение. По мере развития поселения увеличиваются возможности основателя и условия проживания жителей в поселении. Дальнейшие и более детальные условия будут встречаться по мере поступления. Привет! Я тут за кадром сделал разметку, где у нас что находится. То есть дом старейшина у нас будет 10 на 10. Буквально вот просто вот лопаткой прошелся. Также определил, что у нас вот здесь будет зона, либо площадь. Может быть здесь будет статуя, может фонтан, а может быть и рынок. Но на всякий случай, как центр поселения, я все-таки же отметил, что оно вот так будет. Также немножечко логистикой занялся. Тут у нас будет помещение, связанное с едой. Ну здесь вода рядом, почему бы здесь не сделать полян. Но в любом случае здесь хочется сделать пристань, либо порт, либо рыбака, чтобы дополнительная еда была. Вот что-то такого рода. Я, кстати, немножечко накосипорил, в плане того, что по-хорошему мы не можем делать двери. Нам для этого нужен плотник, а дверь я сделал. Так что, не знаю, давайте ее снесем. Мы тебя не используем. Мы тебя не делаем. За кадром я нарубил дров, дуба конкретно. И знаете, что я хочу вам сказать? Пока я без лесника и дровосека, я не могу высаживать какие-нибудь культуры. Я их просто собираю извне. Но мы же не будем сбривать все леса вокруг. Поэтому нам нужны эти ребята. Но они не придут к нам, потому что у нас нет еды. Никто за так работать не будет. Посему нам нужно построить место, где будет работать фермер. И поскольку у нас таковых строителей или архитекторов нет, то у нас будет небольшая зона, в которой будет, собственно, работать фермер. И, наверное, такой же неказистый домик. Нам нужен будет отдельный житель, который нам, так сказать, спонсирует нормальные здания, а не вот эти вот непонятные штуки. Так, и по сути, все. Так, выглядит это отвратительно. Я согласен. Но нам нужен строитель. Как только он появится, с ним будет все проще. Но строитель, это ж... Ну, вы же понимаете, что из себя будет представлять. Есть поселенец, который будет требовать что-то ради своих возможностей. Для этого нам нужно будет много камня, всевозможная возможность обрабатывать древесину. Для этого нужны ремесленники, которых у нас нет, но зато у нас есть визуально. Мы его видеть не будем. Это чисто в нашей фантазии. Но, по сути, вот это вот место, вот это вот небольшое, это место, где будет работать фермер. Это неказистая коробка. Я надеюсь, в будущем превратится в достойный дом. Он, скорее всего, будет перестраиваться. Как только мы получим доступ к обработке камня, для этого нужен каменщик. Ну, сами понимаете, для инструментов нужен кузнец. Чтобы кузнец мог работать с железом, нужен шахтер, который будет добывать это железо. Ну, вы поняли, да? Фермер нам нужен для того, чтобы выращивать агрокультуры. Так же займемся еще и всякими загонами. Так, я думаю, для начала я посажу всякие... Два, три. Хотя, это, наверное, неправильно. Сейчас, сейчас, сейчас. Я так давно не занимался этими арбузами и тыквами, что уже не помню, что да как их делать. По-моему, нужно расстояние двух блоков все-таки же это делать. Неизвестно, в какую сторону он вырастет. Поле чудес. Я надеюсь, что арбузы все-таки же растут, как и тыквы. То есть, им пофигу на расстояние. Наверное, ближе к этому месту. Засеем уже пшеничку. Тем более, тут вода рядом. Понятное дело, что на деле тем буду заниматься я. Но, чтобы у нас открывались доступные возможности в разные аспекты, сборки, в принципе, разбития поселения, мы будем делать вид, как будто в поселении много ребят, которые занимаются разными штуками. Следующее, что бы хотелось бы открыть, это непосредственно плотника. Потому что нам нужны заборы, нам нужны примитивные двери, чтобы и монстры нас не скушали, и животные у нас не разбегались. Ну, в общем, вы поняли. А для этого нужно место, где будут работать и отдельно и жить еще два жителя. Что немножечко геморно, потому что для того, чтобы была кровать, мне нужно бегать по миру и именно убивать их овец. Потому что, чтобы сделать ножницы, нам нужен кузец. Ну, вы поняли, много чего нужно сделать. Пока что примитивно, но мы в будущем, когда у нас будет больше возможностей, мы сделаем какую-нибудь высотку, сделаем башенку, с которой мы бы наблюдали за нашим поселением, как она развивается. Итак, берем лопату. Здесь у нас будет рынок. Там уже находится фермер, его как бы зона работы, его домик. Может быть, я, кстати, так подумал, что можно сделать роль поселенца, который называется архитектор, и у него будет возможность как перестраивать здание, которое уже построено, так и решать. Так, по планировке нашего поселения было бы логичнее вот эту вот штуку оставить. Вот это слишком близко. Мы ее можем снести и перестановить куда-нибудь сюда. Перестроить, так сказать. И получается, что архитектор позволяет нам редактировать редактировать наше поселение и улучшать то, что мы уже построили. Я, кстати, с первой серии добавил новые модики. У меня раньше был мод только на волшебников. Я еще запихнул на паладинов и жрецов, так что мы можем весьма прикольненько обыгрывать тут даже религию. По мере возможности фэнтези. Еще добавил штучку. Она позволяет нам делать кучу всякой мебели. Так что после плотника можно сделать место для работы ремесленника под названием мебельщик, чтобы работать с крейтом, нам нужен инженер. И поскольку в крейте есть железные штуки, также нам понадобится кузнец, шахтер. Ну вы поняли. Посему. У меня есть какое-то количество деревянных лопат, которых наверняка не хватит. Давайте исследуем территорию. Мелководие тут не назовешь. Да, скорее всего будет мост. Скорее всего я его поставлю здесь. Так что я возьму два неказистых... Вот, знаете, пока мы только в стадии развития, я буду неказистых говорить постоянно. Раз здесь у нас будет... Раз, два, три. Ну вот так вот помечу. Раз, два, три. Так. Здесь попробуем максимально по прямой проплыть. А почему это так вышло? Угу. Здесь мы оформим что-то по типу обозначения, что вот здесь вот так вот будет дорога. Уля-ля. Заниматься лесом мы будем здесь. Нам нужно просто выделить местечко. Наверное, как-то так. И вот от этой точки, даже, даже, наверное, да, от этой точки я буду считать 10 туда, 10 сюда. Раз, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. От этой точки, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эту должна была быть десятое, но у меня ничего нету. Сейчас приду. Девять, десять. Я вот только не знаю, как у нас будет все с точки зрения планировочки. Потому что дом отдельно. Ну и вот пусть куда-то туда дальше тоже тропа идет. Хочу ли я сбривать эту часть? Вообще, по-хорошему сбривать надо. Я вот эту вот штуку оставлю. Может быть, потом будут, кстати, не 10 на 10, а других форм площади, в которых я буду делать штуковины. Это место, где они будут работать. Как ни парадоксально, первое время это небольшой гринд, потому что очень много всего нужно добывать, а возможности сделать это эффективно нету. Мы для этого и развиваем поселение, чтобы повысить свою личную эффективность, ну и при этом не заспидранить игру за какие-то там считанные минуты. Ну, чтобы это было и красиво, и долго, и привлекательно, и интересняк. И знаете, я так жду, когда у нас появится архитектор, потому что, ну, хочется красивые здания, но для архитектора нужен шахтер, нужен каменщик, нужен мебельщик, нужен плотник. Ну, вы понимаете, очень много всего нужно, чтобы появился один чёрт, который скажет, так, ваши коробки ранят мне глаза. Посмотрел я ваши варианты, как бы назвать поселение, даже не знаю, я всё ещё склоняюсь к какому-нибудь оволстолу, но, знаете, на этом интерактив не заканчивается. Вы также можете, теперь, когда мы худо-бедно начинаем строить коробки для нашего поселения, для жителей, которые потом превратятся в нормальные домики, вы можете этим жителям давать имена, понимаете? Я говорю, ну, например, выходит видео, и вы видите, что пришёл новый поселенец, и вы ему даёте имя. Несколько вариантов, типа, накидываете, а я такой, хм, да, этому персонажу зайдёт вот это, вот это имя. Думаю, в будущем мы можем сделать себе ещё персонажа, который будет называться там почтальон, который будет работать на почте, и можно будет как-нибудь обыграть то, как будто вы пишете в поселение, и туда, значит, приходит сообщение, может быть, в будущем, ну, как вам такое, вы сможете через письма присылать какие-нибудь сообщения для персонажей, которые здесь живут. Мы снесём какую-то часть вот этого берега, чтобы они жили прямо тут, наверное. так, и, собственно, я вернулся. Сейчас мы, наверное, выберем такую точку. Здесь у нас будет зона работы дровосека и лесника. Я, наверное, так и сделаю. Вот здесь в дальнейшем будет пилорама, я уже наткнулся на материал, который я не могу осилить каменной киркой, а значит, нужно немножечко подождать, чтобы там что-то делать, а там будет их домик. Я, знаете, что подумал, столько времени прошло. Мы, наверное, строить для дерева, да, для наших братьев-акробатев, мы, наверное, в следующей серии это сделаем. Не то, что мы много чего сделали, но у меня просто не хватает типа ресурсов и места, куда это складировать. На Академии было как-то попроще всё это делать, строить, потому что там были слегка другие правила. Ну, то есть, давайте условно, чтобы нам открыть строителя, нам нужен каменчик и этот плотник. Всё, это минимальное, что нужно для строителя. Я думаю, на этом мы можем с вами закончить. Сделали, казалось бы, всего ничего, а столько всего полезного. Мы теперь можем себе еду оформить. Еда привлечёт новых жителей. Когда у нас появится плотник, я думаю, на рыночной площади сделать стенку, на которой табличками я буду помечать уровень прогресса нашего поселения. Жду в комментариях ваши варианты, как назвать первого нашего жителя фермера. И поскольку у нас ожидается уже два жителя в виде лесника и лесоруба, для двух братьев тоже жду от вас предложения, как их назвать, какие дать им имена. Что касательно, как мы назовём, поселения, я, наверное, ещё подумаю, вы можете ещё накинуть всякие варианты, скорее всего, мы её назовём чуть попозже. Ладно, мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Всем ху-ху, у-ху, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok